Самых значительных племен, населявших Чечню в это время, были скифы. Это кочевое племя, известное своими военными навыками и сложной социальной структурой, играло важную роль в политических и военных конфликтах на территории Северного Кавказа. Скифы не только вели войны с соседями, но и торговали с ними, распространяя свою культуру и технологии. Позже на территории Чечни появились Аланы, одно из самых могущественных племен Северного Кавказа того времени. Аланы, потомки сарматов, отличались высоким военным искусством и устойчивой социальной структурой. Их влияние на регион было огромным, и многие черты их культуры и военных традиций были приняты войнахами, предками современных чеченцев. В результате многочисленных миграций и смешения народов на территории Чечни сформировалась уникальная этническая культурная мозаика. Эти древние корни продолжают оказывать свое влияние на современную Чечню, продолжая сохранять свое значение в исторической памяти и культурном наследии региона. Понимание ранней истории Чечни и ее обитателей помогает глубже осознать, как различные культуры и народы влияли на формирование чеченской идентичности. Это свидетельствует о стойкости и мужестве чеченского народа. Войнахи, коренные жители Чечни, играют странную роль в истории и культуре региона. Термин войнахи охватывает не только чеченцев, но и гушей, которые являются двумя близкородственными народами, говорящими на сходных языках и обладающими общей культурной и исторической базой. Происхождение войнахов является предметом множества исследований гипотез, многие из которых связывают их с древними цивилизациями Кавказа и Ближнего Востока. Согласно археологическим данным, войнахи проживали на территории Чечни с древних времен. Их предки занимались охотой, земледелием и скотоводством, создавая устойчивые поселения в горных и пригорных районах. Эти ранние войнахи были мастерами каменной и бронзовой обработки, что подтверждают многочисленные находки инструментов, оружия и предметов быта. Культура войнахов отличается глубокими корнями и богатым наследием. Одним из ключевых аспектов их культуры является сохранение традиций и почитание предков. Войнахи создавали сложные семейные структуры, где старейшины играли важную роль в принятии решений и, конечно, в передаче знаний. Родовые башни и крепости, построенные войнахами, до сих пор можно увидеть в горных районах Чечни, а также Ингушетии. Эти башни служили как оборонительные сооружения, так и символы власти и статуса. Язык войнахов также является важным элементом их культурной идентичности. Чеченский и ингурские языки принадлежат к наско-такистанской языковой группе и имеют множество диалектов. Эти языки богаты на фреологизмы и диомы и показывают особенности быта и мировоззрения войнахов. Традиционные войнахские танцы, такие как лезгинка, известны своей энергичностью и сложностью движений. Песни, танцы и эпические сказания занимают центральное место в культурной жизни войнахов. Друзья, скажите, почему вы еще переплачиваете? Продолжает оставаться предметом изучения и гордости для многих поколений. Социальная структура войнахов была сложной и многоуровневой, что обеспечило устойчивость и стабильность их общества. Войнахи делились на тейпы, родовые объединения, которые играли центральную роль в их социальной организации. Каждый тейп имел свою территорию, на которой располагались родовые башни, крепости и поселения. Эти тейпы были самоуправляемыми и имели свои традиции и обычаи, и даже законы, которые передавались с поколениями. Во голове каждого тейпа стояли старейшины, мудрые и опытные мужчины, пользующиеся большим уважением среди соплеменников. Старейшины принимали важные решения, касающиеся внутренней и внешней политики тейпа, решали споры и конфликты, а также организовывали защиту территории от внешних ударов. Их авторитет основывался на знании традиций и древней мудрости. Одной из ключевых особенностей войнахского общества была коллективная ответственность. Члены тейпа ввели ответственность за действия друг друга и помогали своим соплеменникам в трудных ситуациях. Эта система взаимопомощи и поддержки способствовала укреплению родовых связей и сплоченности внутри тейпа. Быть войнахом был тесно связан с природой и земледелием. Войнахи занимались скотоводством, выращиванием зерновых культур и садоводством. Важную роль в их хозяйстве играло овцеводство и коневодство, которое обеспечивало их не только продуктами питания, но и необходимыми материалами для изготовления одежды, обуви и предметов быта. Войнахи были искусными ремесленниками. Они занимались обработкой металлов, дерева и камня, создавая орудия труда, оружие, украшения и другие изделия. Особое место в их ремесле занимала керамика, которая использовалась для создания посуды, в которой хранились продукты. Мастера войнахов передавали свои знания и умения через поколение в поколение, сохраняя и развивая традиционные техники. Семья в войнавском обществе играла важную роль. Семьи были многодетными и дети с раннего возраста приучали к труду и уважению к старшим. Женщины занимались ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей и изготовлением одежды. А мужчины – сельским хозяйством, охотой и, конечно, защитой своего тейпа. Таким образом, социальная структура и быть войнахов были организованы так, чтобы обеспечить выживание и развитие общества в сложных условиях Кавказа. Их традиции, обычаи и культура продолжают оказывать влияние на жизнь современных чеченцев, сохраняя связь с их историческими корнями. По восьмые века чеченская земля стала ареной жестоких сражений между племенами и арабским халифатом, который стремился распространить свое влияние на Кавказ и Кавказские горы. Исламская экспансия привела к обратным изменениям политической и религиозной карте региона, что неизбежно вызвало сопротивление со стороны чеченцев, которые защищали свою свободу и традиции. Причины войны с арабским халифатом гранились в стремлении арабов расширить свои территории и распространить ислам. Чеченцы, являясь частью горшких племен, были привержены своим древним верованиям и обычаям, что делало их веру неприступной. Первые столкновения произошли в середине VII века, когда арабские войска попытались прогникнуть в таинственные глубины Кавказских гор. Сражения имели ожесточенный и затяжной характер. Арабские завоеватели обладали хорошо организованной армией и военным опытом. Однако чеченцы использовали знания местности и партизанскую тактику для достижения успехов в сопротивлении. Ключевой битвой этого периода стало сражение в Тарияльском ущелье, где чеченские войны нанесли значительные потери арабским войскам, временно остановив их наступление. На протяжении всего VIII века войны с арабским халифатом продолжались с переменным успехом. Арабы, стремясь укрепить свои позиции, построили крепость и опорные пункты, но чеченцы регулярно атаковали и восводили свои здания. Одним из наиболее значимых битв стало сражение в крепости Маджар, где чеченцы жили с другими горскими народами и одержали решающую победу. Несмотря на ожесточенные сопротивления, арабские войска продолжали свои попытки починить Кавказ. Однако чеченцы, благодаря своей сплоченности и боевому духу, смогли сохранить независимость и устоять перед натиском врага. Из ключевых чеченской культуры являются уважение к старшим и почитание предков. В чеченских семьях старшие члены рода пользуются особым уважением и авторитетом. Их мнения и советы ценятся и принимаются во внимание при принятии важных решений. Эта традиция уважения и почитания старших отражается в общественной жизни чеченцев, где старейшины играют важную роль в решении споров и поддержания порядка. Семейные ценности занимают центральное место в жизни чеченцев. Семья осматривается как основу общества. И многие традиции направлены на укрепление семейной связи и поддержание гармонии в семье. Чеченцы с большим уважением относятся к своим родителям и старшим родственникам, а также заботятся о младших членов семьи, передавая им знания и опыт. Одним из важных обычаев чеченцев является гостеприимство. Гость в чеченском доме всегда принимается с уважением и почетом. Хозяева предлагают гостю лучшие угощения и делают все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно и уютно. Гостеприимство рассматривается как священный долг и отказать гостю в приеме считается недопустимым. Традиционные обряды и праздники играют важную роль в культурной жизни чеченцев. Пенсионные чеченские танцы и музыка также являются важными элементами их культуры. Танцы, такие как лескинка, исполняющиеся на праздничных мероприятиях и семейных торжествах, символизируют силу, грацию и боевую дух чеченцев. Музыка, сопровождающая эти танцы, исполняется на народных инструментах. Такие действия.